Добрый Николай! Сегодня у нас небольшая вводная часть о новом инструменте. Вот у меня есть два карабусика. Это инструмент Милвоки. И вот какой из этих инструментов вскрыть в первую очередь. К сожалению, да, сказать вы ничего не можете. Однако, поскольку сегодня только вводная часть, вы можете выбрать на какой из этих двух инструментов мне сделать обзор в первую очередь. А я вскрою, пожалуй, то, что я ждал очень и очень долго. Так сказать, это очень сильно необходимый инструмент. По крайней мере, для меня. Иди отсюда нафиг. Неинтересно. Это аккумуляторный клепальник. То есть этой штучкой можно заклепки ставить. Ставить заклепки. Клепать заклепки. Заклепывать заклепки. В общем, это хренатень ставить заклепки. А еще да. У него есть специальный контейнер, в который собираются все эти стерженечки от заклепок. И не разбрасываются повсюду. То есть все становится очень и очень удобненько. Крючок можно перекинуть на любую сторону. Фонарик сразу включился. Штука явно не скоростная. То есть, судя по всему, произошло закручивание по резьбе. Это я прям почувствовал, что его начало выворачивать в одну сторону. Как только он закрутился, моторчик стал работать в другую сторону. И я почувствовал, что руку стало чуть-чуть отклонять в другую сторону. В общем, принцип действия у него, по-моему, элементарнейший. И несмотря на свои относительно небольшие габариты, честно говоря, когда я смотрел на интервен... Господи, Иисус я мать! На сайте Милвоки, как выглядит этот инструмент, я думал, он значительно меньше. А когда пошел его получать, он достаточно увесистый. И весит очень и очень хорошо. Собрано добротно. И почему же все-таки Милка? На самом деле, заклепальник я хочу взять уже, наверное, года три. Но ближайший его аналог лесородич – это клепальник от Митаба. И вот почему-то интересная такая фигня – клепальник от Митаба стоит за полтос. Он более чем вдвое дороже вот этого клепальника. Непонятная фигня. Я очень сильно сомневаюсь, что инструмент Митаба более профессиональный, чем инструмент Милвоки. Возможно, это серия М12, то есть маленький 12-вольтовый аккумулятор. Однако, я почти уверен, что причинно-следственная связь скрывается не в 12-вольтовом аккумуляторе. Скорее всего, Милка сделала этот инструмент просто дешевле в производстве. Возможно, в Штатах его покупают намного лучше, чем Митаба по всему миру. Я не знаю. Но он реально дешевле. Да, приобретение этого инструмента несколько запоздало. Я уже облицевал дверь этими заклепками. И заматерился обычным ручным клепальником. Причем, этот ручной клепальник от Матрикса. Инструмент Матрикс, я, откровенно говоря, очень сильно недолюбливаю. Очень сильно недолюбливаю. Но для него еще очень много работы предстоит. Так что, вот, пожалуйста, экспонат номер один. И теперь вскрываем вторую коробочку. Во второй коробочке, сразу скажу, очень-очень приколюшная вещь. Я не собирался ее покупать. Но когда ее увидел в магазине, я не смог пройти мимо. То есть, это витринный экземпляр. Он мне достался с небольшой уценочкой. Но инструмент Милка вообще сложно назвать, что он дешевый. Но эта штука мне досталась именно с уценочкой. Паспорта я отсюда, естественно, повынимал. И эта штучка, блин, никогда не поверите. Это мини-отрезная машинка. То есть, это дисковая отрезная машинка. Но до того миниатюрная. Опс, никуда. Не, ну прикольно же, да? Не, ну вообще огонь. Она невероятно легкая. Она невероятно маленькая. Сразу скажу, этой игрушкой я уже работал. Да, я ее обратно положил в коробочку. Ключ положил в коробочку. Также в комплекте шли три диска. О них я расскажу в обзоре. Купил отдельно специальный диск. Так, именно для тех работ, которые мне предстояло сделать. Он сейчас установлен, и он немножко потерт. Потому что я им уже работал. Так вот. Несмотря на свои ничтожные габариты. Несмотря на свой вес. Я не знаю, сколько она весит. Грамм 100-150. Блин, она невероятно производительна. Вот, вообще невероятно производительна. У этой маленькой игрушки также есть еще одна очень интересная функция. Она может пилить в обе стороны. Здесь стоит специальный переключатель реверса. Можно крутить диск влево. Можно крутить диск вправо. И в обе стороны она режет. То есть, все комплектные диски, которые с ней идут, заточены именно под этот. То есть, ты можешь резать как на себя, так от себя. Ну, я и вырезал несколько прямоугольных-треугольных отверстий. Блин, мне она прям реально зашла. Ну, я уже думал, что я пересмотрел весь инструмент, который только можно. Я уже все перетрогал, переработал большей частью всего, чем только можно. Нет, эта штука меня приколола. Блин, вообще невероятная. На бачок, не падай. Также в комплекте идет специальный кожух. Кожух быстро заменяется. Тут вот кнопочка есть. Этот должен быстро сниматься. А может этот устанавливается поверх этого? Не уверен. Я его просто еще не снимал, необходимости не было. Да, он устанавливается поверх этого. То есть, тот кожух, который стоит, он ничему не мешает. Блин, а это прикольно, слушайте. То есть, замена, вот фиксатор, да, вот тут красная большая кнопка, она фиксирует его. Если ее нажать, инструмент можно извлечь. Это делает установку этого кожуха очень и очень быстрой и такой достаточно практичной. И этот еще кожух вращается. То есть, его ничего абсолютно не держит. Он на защелочках. То есть, как-то, блин, так вообще классненько идет. Мягенько, приятненько. Главное, не включить машинку, чтобы все пальцы не отпилить. Кайфовая штука. Итак, как я уже говорил, вы можете спокойно выбирать следующий обзор на какой инструмент мне сделать. Хотите клепальник? Пишите в комментариях. Хотите вот эту чудную игрушку? Пишите в комментариях. Ну, а тем временем мы перейдем к тому обзору, который был на сегодня запланирован. Я практически уверен, что вы просто не могли не заметить мою обновочку. Да, я купил себе фартук. Просто есть такой небольшой нюанс, что работа в комбезе причиняет, так сказать, некий дискомфорт. Нет, в комбезе работать очень удобно. То есть, у тебя нигде ничего не сыпется. От опилок все закрыто, от всего все закрыто. Но есть косяк, и он касается... Да, поднимаешь руки вверх, и вот эта часть, которая как бы мотня считается, она тебе впивается просто в промежность. Она хочет разделить тебя пополам. Это не может не бесить. Каждый раз, когда я хочу поднять руки вверх, я просто сжимаю булки, ну, чтобы как бы было менее неприятно. И есть еще один косяк. Это, скорее всего, бытовой, но он естественный. Если тебя придавит на дальняк, в комбезе это сделать крайне неудобно. Что же касается фарточка, то, в принципе, его и снять не проблема. Так вот, фартук я заказал у ребят, которые мне его шили на заказ. Это можно увидеть по логотипу моего канала. Да, это первый логотип канала, который у меня появился хоть на чем-то. Так вот, вот они мне оставили визиточку. Видно, нет? Написано кож. Может, они имели в виду код, но здесь написано кож. Ребят, я оставляю отзыв. Извините, что не у вас на сайте, мне туда впаду заходить. Комбез пошит круто. Карманы прошиты внутри тканью. То есть, здесь нет никаких швов, ничто ни за чего не цепляется. Карманы глубоченные. Прям вообще охерительный столярный фартук. Вообще огонь. Кармашек для карандаша, кармашек для телефона. Где телефон? Я еще не испытывал. Да, чудно помещается телефон. И получается штаны, точнее область прилегания майки к штанам, также закрыта от опилок. Вообще классный комбез, хотел сказать. Фартук. Ребята, огромнейшее вам спасибо. И если интересует, я попробую найти ссылку на этих ребят. И оставить там в закрепленном комментарии под этим видео. Хотя, может быть, закрепленных комментариев будет несколько, особенно если выйдут обзоры. Ну, короче, если интересно, я отвечу. Так что все. До новых встреч. Субтитры сделал DimaTorzok Субтитры сделал DimaTorzok